О воинском мужестве в лицее знают не понаслышке. Мемориальная доска на здании учебного заведения рассказывает о выпускнике школы, погибшем в Афганистане при исполнении воинского долга. У мемориала всегда лежат цветы, значит, воспитанники помнят. Я начинал учиться еще в советской школе. Тогда патриотическому воспитанию молодежи уделяли большое внимание. Давайте узнаем, как сейчас обстоят дела у современных школьников со знанием истории Великой Отечественной войны. Война началась в 1941 году, закончилась в 1945 году. Немцы напали на СССР, и СССР хотела отвоевать обратно завоеванные земли. Был оккупирован Ленинград, блокада Ленинграда была, там держали людей. Царь этой войны была захватить весь мир, Гитлер так хотел. Как выяснилось, ребята в истории той страшной войны ориентируются неплохо. Хорошо бы так было во всех школах страны. Ну, история святая, как говорят мудрые. Кто забывает свою историю, тот забывает самое святое. Поэтому и хорошо, что уделяется большое внимание. Только единственное, она должна быть истинной историей, настоящей, российской историей. Ничто не забыто, никто не забыт, доказывали старшеклассники со сцены актового зала в концерте под названием «Урок мужества». А мужество жителям осажденного Ленинграда было не занимать. В начале блокады в городе были мизерные запасы продовольствия и топлива. Вышли из строя водопровод и канализация. Зимой снежные сугробы перекрывали улицы. Жуткий голод и свирепый холод обрушились на горы. В концерте звучали стихи и песни военных лет, транслировалась хроника. Постановщик нашего мероприятия Савельева Алена Сергеевна, заместитель директора. Репетировали мы это около полторы-двух недель. И показываем мы это уже не в первый раз, так как это наша память. И мы очень чтим то, что было во время Великой Отечественной и вообще нашу историю. Среди зрителей концерта были и ветераны. Очень классное мероприятие. Я сидел и у меня слезы, сейчас подкатываю, слезы на глазах от того пережитого, что было с нашим народом, с великим городом Ленина. Это, знаете, ну, я разговариваю с вами, а у меня мороз по коже. После концерта минута молчания и фото на память. Таким он был. Урок мужества в Видновском лицее. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.